Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня на обзоре игра Атака Света. Игра из серии приключений Кларенса и его друзей. Так, видим, ему принесли какую-то прикольную штуку. Он такой типа сразу, дай посмотреть. А ему нет, абсолютно нет, это очень опасно. Ну, типа, что если сильно хочешь, да, то мы тебе все-таки дадим. Только будь очень осторожен. Ух ты! И что же это такое? То есть, типа, держись подальше от него, да? Ух ты! Прикольно. Ха-ха-ха. Вот это история. Кому проблема, кому-то новое приключение, да? Получается, эти лучи разлетелись по всему свету, а нам теперь бегать их собирать или как? Так, выберите сложность игры, да? Обычно для новичков, ну, в принципе, я ж только первый раз играю, я даже еще не заходил, честно, не знаю. Только по картинкам видел. А видим здесь несколько приключений. Вот, первая из них. И уровни, да? Хорошо. Я почему-то думал, что это будет немного по-другому. Так, вот они телепортировались. А смахывай, чтобы перемещаться между комнатами. Понятно. Что, дальше идти? Пока просто хожу. Опа! Какие-то враги. Фу, скорпионы! Это не простые скорпионы, в них превратился свет из призмы. Ага. А, Стивен, нужно уничтожить этих существ. Тогда за работу. А вот и битва. Так, она походовая или какая? Нажимай на гранат. Нажимаю. А-а-а. Сила. Ту-ду. А жми, когда увидишь звезду, для выполнения бонусной атаки. В общем. Наверное, понял. Ух ты, было здорово. А, спасибо, Стивен. Можешь сам попробовать, да? А, Стивен, погляди-ка. А-а-а. Тоже сила. Ага. Так. Ну, я ничего не видел, я просто жал. А, круто. А вот так-то у существ из призмы нет ни единого шанса. Пока они станут слишком сильные, да? А способности расходуют звезды. А когда звезды закончатся, можно завершить ход. Вот, я понял. У нас только двое походили. Для защиты жми в любом месте, когда увидишь звезду. Ну, а теперь атакуй. А, друзья, давайте я помогу. Так, Стивен. А, это типа влечение, да? А, жемчуг, ты справишься. А, спасибо, что подбодрил Стивен. Ну, давайте испробуем. Ай, поздно нажал. Ну, ладно, я же просто пока не знаю, когда точно. А, вот, была звезда. Все, я понял. Да-да-да. Буду в будущем знать. Ну, в принципе, сразу нужно. Только он атакует, а сразу бить. Еще. У них опыт зарабатывается. Наверное, уровни будут поднимать. А, следа, пожалуйста. А, дальше идти. А то я так смотрю, что они на меня стали смотреть. Ух ты, сундучок какой-то. Такие глаза. Ой, смотрите, с ума сойти. А, Стивен, ты что, никогда не видел сундуков с сокровищами? Ох, мамочки, какой же он красивый. А, Стивен, что у тебя на уме? Хочу его открыть. А может, тут какой-то подвох? Нет, я хочу его открыть. Даже если тут какой-то подвох. Вот и правильно. Нажми на него. А, интересно, что было, если бы я нажал на другую опцию? Звездный фрукт. Ура, сокровища. Так, ну я вот сюда не сходил, да? Там же тоже, по идее, можно, да? Нет, нельзя, это просто декорация. Этап 1.1. А, стоп, там какой-то вопросик. А, 0 из 0. То есть, если был бы 0 из 1, значит, как бы я бы не нашел. А так, 100%. В общем, знакомство прошло успешно. Тут сложно было что-то перепутать, что-то проиграть как-то. То есть, мы сразу на второй этап идем. Нам даже не предлагают выйти, да? Ну ладно. Поторопимся. Ух ты, тут ключ нужен. Ахм. Ой, это же световая преграда. Существа из призмы воздействуют на пещеры. А, кажется, дверь заперта. Значит, нужно ее взломать. Где-то должен быть спрятан ключ. Второй вариант. Ну, это правильный ответ, я так понимаю, да? Верно, Стивен. Отправимся на поиски. Круто. То есть, тут, получается, еще от правильных ответов, как бы я получаю бонусы какие-то. Так, а тут уже трое скорпионов. И у нас пять ходов. А еще больше скорпионов. Везет же нам на них. Так, вот у него рюкзак-чизбургер. А предметы хранятся в рюкзаке. Стивен может использовать один предмет за ход. Добавляет три звезды, я понял. Вот, у меня теперь их уже восемь. И теперь могу походить кем угодно, да? Хотя я могу походить... Ага, отлично. Раз. И, наверное, еще раз, да, вот использовать. Так, одного прибил. Осталось, к сожалению, двое. Но у меня... Этот... Только две звезды. Третий раз стереоатак я провести не могу. Зато могу вот по одной звезде два раза ударить. Смотрите, вот. Что и все. Как-то совсем это было слабо. Вот. С первого раза не получилось. Печенька, кошка. К сожалению, конец хода. Меня один раз ударят сейчас. На четыре это не страшно, я так понимаю. Можно перчаточкой его стукнуть. Ту-ду. И еще печеньки, кошки. Для чего они, непонятно. Ну, хорошо. Вот у нас один персонаж. Уже почти второго уровня. Некоторыми предметами можно пользоваться не только во время боя. Печенька, кошка. Восстанавливает немного гармонии. Так, кого там ударили, я уже не помню. А, вот ее. Ага, плюс 10. Вот, здорово. Все, можно идти дальше, да? Так. Ого, тут лабиринты. А сюда можно? Нет, сюда нельзя по бокам. Ладно, пойдем сюда. А здесь еще один сундук. Тут нас уже не спрашивают, открывать или не открывать. Еще печенька, кошка. Хорошо. Ого, новые монстры. Ха, прикол. Атакуй. Ладно, сколько у них, интересно, жизней. Так, попробую бабахнуть ее перчаткой. Ну, так скажем. Нормально. Хотя не уверен, что добью. Поэтому лучше я еще раз так вот ее ударю. И один ход остался. Ну, все-таки у меня есть вот с одним ходом умение. Как раз проверю разницу. Ай, поздно нажал. Ладно. Ну, ничего страшного. О, что это она сделала? Она вверх, как бы там подлетела. А, слишком высоко. Вот это да. Как отменить теперь? А, могу. Тоже слишком высоко. О, прикол. А что же делать? Удар хлыста. Поздно. Так, а он может воодушевить, но пока не нужно, да? Ладно. Конец хода. Ого. А, видите, он опустился на землю. Ну, все, я понял. И, кстати, те звезды, которые я использовал, они остались у меня теперь на следующий ход. ноты. Ну, ты хорошо. Теперь я ее добью все-таки, наверное. Да, добил. Супер. Ну, потихоньку понимаешь, так почему, и все получается. повысить уровень кого-нибудь из самоцветов. Гранат. Стоп. Это уровень 9002 или что? Не понял. Открыть щитолом. Ну, все. Идем дальше. А, это что такое? Поглядите на эту смешную глыбу. А вылитая жемчуг. Ха-ха. А, да, очень похоже на нее в профиль. Нет, все-таки это как-то странно. Ну, наверное, это правильный ответ. Да, в этой пещере встречаются очень необычные вещи. А, погодите-ка, по-моему, я вижу что-то за глыбой. То есть, нужно осмотреть, да? Ключик, ну, естественно, ключик. По-другому и быть не могло. Ура, тут спрятан ключ. Спасибо, глыбе, в виде жемчуга. Ха-ха. Да уж, Стивен, пора возвращаться к запертой двери. Так, ладно, побежали. А, может, вниз можно сходить? А, вниз даже нельзя. Так, берем ключик и открываем. Вот и здорово. А тут нас ждут опять монстры. Ну, хорошо. Так, давайте я сразу вот так вот сделаю. Ага. Так, и еще разок, наверное, я все равно не достану эту летучую мышь. поэтому может скорпиона попытаться прибить хотя бы одного. Да, успел прибить, хорошо. Теперь меня уже меньше ударит. Ай, больно. Да что ж они все по... О, заблокировал. Всего один урон по мне прошел. Так, мне нужно добить вообще как-то сейчас. Даже не знаю. а щит можно ставить уже хорошо. Ну, я все-таки наверное сделаю вот так. А, рано нажал значит не сработало. Рано нажимать нельзя. Я понял. Почему раньше не сказали? Вот, теперь можно, да? Вот, отлично. Так, все, можно завершать ход. А сейчас я как раз подлечусь. Вот, 4 урона. У меня остается 7 жизней и беру ее и лечу. 17. А, вон там кстати звездный фрукт беру. А, это не звездный фрукт, это во время боя мне добавили, да? Тогда я еще раз ее полечу. Вот так. И теперь вот добью этого скорпиончика. Вот и все. То есть теперь у меня вообще все целые. В бой зашел у меня один персонаж был покосан немного на два этих буквально деления. Так, новый уровень. Я могу выбирать на что его потратить. На защиту, на атаку, на везение. А у меня видите, защиты 3, атаки 7, везение 1. Но все-таки нужно прокачивать то, чего меньше. Хорошо. Так, открываем сундучок. Еще звездные фрукты. Хорошо, у меня теперь целая куча. Ну и можно завершать этот этап. Кстати, секрет я нашел, какой-то это ключ был, да? Скорее всего. Ну вот, как-то так пока. Интересно. Довольники. Я же думал, ну в общем не помню, как я думал эта игра будет выглядеть, но как-то думал не так точно. Прямо как в компьютерной игре, да? Никогда не понимала этих ваших компьютерных игр. Я тоже. Это не так круто, как можно, там можно выполнять разные задания. Это же так круто. Изучать пещеры, сражаться с врагами, искать сокровища и делать еще кучу всего. А ведь и правда похоже на то, чем мы занимаемся. Так, идем дальше. Можно направо, нет, нельзя, начинал лево. Ого! Какой-то монстр, я сразу не понял, что это монстр даже. Нужно его прощупать. Ого, какое сильное создание. Я разберусь. У него там и щит есть, и все такое, да? А, эта сила разрушает защиту врага. А, вот она что. Ай, мимо. Хотя, что-то я ему все-таки снял. Эта сила ослабляет защиту. Примени ее к любой цели, чтобы усилить свою атаку. Понял. Ну, а теперь посмотрим. Ай, чуть-чуть не добил. Ладно. А он, в общем, что-то там на меня накастовал. Непонятно что. Ему это особо не помогло. Так, я кристаллы какие-то заработал еще. А, уровень пока нет. А что здесь? А тут тупик. Жаль. Ой, западня. Какая западня? Я же только что отсюда пришел. Какой-то морской котик. Так, ладно. А, он еще первый ходит, а почему? Потому что западня, я понял. Так, давайте-ка. Да ладно, я же с ними знаком. А, не видно цели. Ну, раз не видно цели, ладно. Ну, в общем, добил скорпиончик. а что теперь делать? Ну, конец хода пускай будет. А, вот он теперь... А как же мне его... А, все, раз он открылся, скажем так, то значит я его могу теперь побить, скажем так. А я все-таки сначала подлечу наших персонажей. так, а теперь можно бить, да? Так, попробую еще теперь подлечить, вот так вот. И добить. Вот так, если получится. Нет, не получилось, чуть-чуть жизни осталось, жаль. а он спрятался, а нельзя на него никак там вот. А, я его добил все-таки, хоть он был и под землей, использовал щит, классно. Не знал, что так можно делать, теперь буду знать. Кстати, опыта получил довольно-таки много. Так, я просто хотел посмотреть, что сверху там. А, вот опять ключик, да? Опять западнее не будет еще раз. То есть сюда нужно было бежать, чтобы ключ найти. Ого! А, а что это за треугольная дамочка? А, похоже, это древний идол призмы. А, получится ли его включить. А, может, стукнуть по ней хорошенько? А, не говори ерунды. А, Стивен, есть какие-нибудь мысли? А, хм. Может, нужно к ней прикоснуться? А, давайте с ней поздороваемся. Нет, наверное, прикоснуться нужно, да? вот так-то. Я же говорила. Эх. И что? Это я, типа, могу взять, да? Или купить, или что я могу вообще сделать? Звездный суперфрукт добавляет 6 звезд. А, ну, здесь я просто могу покупаться, я понял. А вот здесь, скорее всего, ключик, да? Да, точно. То есть, это типа у нас магазинчик, в котором я могу купить что хочу за кристаллики. Но пока я не буду это делать, вдруг там дальше они понадобятся больше. Все, открываем замочек. А, здесь еще один. Ого. Ха-ха, еще одна световая преграда, но у нас нет больше ключей. Влипли. Хе-хе. Смотрите, кажется, со стеной творится что-то странное. Она вот такая, да? Ага. Это что, тайная комната? Всегда мечтал такую найти. А нам надо и дальше обращать внимание на тайные комнаты. А, Стивен, ты нашел целительный источник? Можно подлечиться здесь, типа, да? Ну, мы и так ведь целые, поэтому ничего страшного. Кстати, чем-то вот это Undertale напоминает именно вот такие подземелья тоже, как мы там бродили, вот эти сохранения с восстановлением жизней. Открываем. Теперь и правда буду смотреть на стены. Так. О, еще один сундучок. А в нем печеньки, наверное. Значок лунной богини. Ого. Отлично, я нашел какую-то ерунду. Найден значок. Нажми на кнопку меню. А вот значки добавляются сюда. А нажми на значок, чтобы его выбрать. Значок лунной богини увеличивает защиту от голубых и синих врагов на 25%. А нажми на сам цвет, которому хочешь его отдать. А он навсегда или нет? Варианты у меня только два, да? Ну, вот здесь как бы защиты больше. Снять значок или отдать его другому герою можно на любой момент. Понял. Вот. Ого. Ого, их тут четверо. Я думал это конец уже уровня. Так, получается мне нужно ладно, я пока не буду использовать вот эти всякие ходы звездочки. Я пока ай, плохо. Так, а может все-таки добавить звездочек, иначе я думаю мне будет плохо. Наверное добавлю. Вот у меня есть тем более сколько их, да? Добавляет три звезды. Так, сейчас я попробую вот этого прибить. Ой, отлично. Так, ну я думаю теперь можно всех остальных потихоньку покоцать. Вот, три звезды есть. А почему я не добил? Ладно. Ладно, сейчас пережить этот уровень. Ага, понял. я забываю про... Ай, поздно. Про защиту. Поздно. А почему он так слабо меня ударил? Всего на три. Ладно, я все-таки ее подлечу, потому что вдруг потом поздно будет. Так, наверное, я все-таки летучую мышку, она мне не нравится. Пребью. Ну, отлично. Все. теперь у них уже нет шансов. Ай, забываю про защиту. Вот, забываю просто. О, защитился. Ну, смысл тот же самый. Я ее лечу, хотя нет, наверное, не буду лечить. У нее всего четыре жизни нет, как бы следующим ходом полечу. Поздно, блин. А ну-ка, получится этого добить. Отлично. Это типа шанс критического урона сработал, наверное, да? Блин, добился таки, не полечил. Ну, ничего страшного. Ура, победа! И вот все теперь у меня подняли уровень. Открыт защитный пузырь. Вот и хорошо. Стивен второго уровня. и аметист вот девять тысяч второго уровня. Типа супергерой, да? Открыт двойной удар. Вот и классно. А, смахни, чтобы задеть несколько целей. Я понял. А, все. Три сундука нашел. А, этот секрет нашел, как бы, да? Все хорошо. А могу я выйти, допустим, в главное меню, к примеру? Надеюсь, этот уровень... А, вот, на 38%, прошел уже, Да, все, пройдено, вот. А тут, во-первых, четвертый уровень, а, во-вторых, потом, какие-то ответвления там идут к сундуку, там, к боссу, там, и т.д. и т.п. Ну, в общем, прикольно. Я пока этой игрой очень доволен. Если она понравилась и вам, то поддерживайте это видео своими лайками. Ссылочку на нее я оставлю, но она, по-моему, платная. Так что, имейте это в виду, если вы хотите ее себе приобрести. А я с вами прощаюсь, до следующей встречи. Пока-пока.